Прошедшая неделя была чрезвычайно богата разнообразными событиями в республике, и не все они были связаны с пресловутым коронавирусом, который, признаться, уже в новостной повестке поднадоел сильно-сильно, особенно учитывая то, что ничего кардинального в этой сфере не происходит, а та статистика и новости, которые выдают нам официальные власти, уже становятся утомительно однообразными. Тем не менее, стоит упомянуть статистические данные по республике Башкортостан за истекшую неделю в связи с эпидемией коронавируса, но прошедшей неделе республика Башкортостан все-таки обогнала в негативном смысле республику Татарстан, сменила татарию на ее 15-м месте, татария, соответственно, сместилась на 16-е. К концу недели в республике Башкортостан было зафиксировано 3105 заболевших, из них 1007 человек уже выздоровели и 18, к сожалению, умерли. Две республики, две вечно конкурирующие республики по Уложье, Татарстан и Башкортостан, идут ноздря в ноздрю. У 3105 заболевших в Башкирии и 3079 заболевших в Татарстане, однако существенно различаются показатели по выздоровевшим и погибшим. В отличие от Башкирии, в Татарстане 2482 человека выздоровели от коронавируса, то есть практически в 2,5 раза больше. Это необъяснимая загадка, заболевание одно и то же, методика одна и та же, медицинские мощности сравнимые, по крайней мере, в первом приближении, однако скорость выздоровления от заболевания в Татаре в 2,5 раза быстрее, выше, чем в Башкирии. С медицинской точки зрения объяснить это достаточно сложно, с точки зрения манипуляции статистикой очень даже запросто. На прошедшей неделе Республику потрясал скандал, связанный с коронавирусной инфекцией, и я говорю о ситуации, случай, который произошел в районной клинической больнице Архангельского района Башкортостана, где две пожилые уже медсестры были странным образом изолированы после контакта с больными коронавирусом, а именно их заперли в каком-то странном подсобном помещении морга этой больницы и продержали там всю ночь. Есть достаточно живописное описание этой ситуации в статье про Уфу, где было указано о том, что в помещении стоял невыносимый запах, в помещении отсутствовал туалет, вода, на окнах были решетки, и женщинам было очень страшно, там у них разыгралось воображение и прочее-прочее, под утро одну из них отпустили домой на самоизоляцию, а вторую обязали выйти на работу, ну, в общем, совершенно какая-то дикая история, потом через какое-то время вторую отпустили, не выписали в момент их изоляции им больничный, и выписали больничный только через пять дней, но это версия вот этих медсестер, одной из них 51 год, другой 56, они много-много лет проработали в этой больнице, и были возмущены таким скотским отношением к ним со стороны главврача больницы, которая пригрозила им в случае отказа от того, что они добровольно заточатся в этом подсобном помещении морга, в этом случае главврач пригрозила им уголовной ответственностью, да еще и приставила к ним охранников. По версии Минздрава, которая появилась чуть позже, и по версии главврача вот этой районной клинической больницы, все было совсем не так, медсестры пребывали в прекрасном озонированном и комфортном помещении, Минздрав опубликовал фотографии этого помещения, в которых, впрочем, сотрудники районной клинической больницы Архангельского района опознали впоследствии помещение терапевтического отделения этой больницы, а вовсе не того помещения, о котором шла речь в статье про УФУ. В общем, конечно, это очередная попытка все отрицать со стороны Минздрава, либо Минздрав очень легко впал в заблуждение под воздействием вот этой вот дамочки, которая является главврачом Архангельской клинической больницы. Уже в конце недели одна из медсестер, задействованных в этом скандале, уехала в Москву, ее пригласили на центральное телевидение для того, чтобы она поучаствовала в одной из передач, в одном из ток-шоу рассказала вот об этом ужасном вопиющем случае, который случился в Башкортостане. Посмотрим, будем следить за центральным телевидением, за первым-вторым каналами, выйдет ли эта передача, удастся ли башкирским властям блокировать выход этой новости, этого сюжета, или все-таки вся большая Россия узнает о том, что творится в башкирском здравоохранении. Вот эта история, не единственная тревожащая башкирские власти, утечка в федеральное пространство. На прошедшей неделе, в конце недели, экстренно состоялось совещание в Белом доме, и совещание это было на весьма любопытную тему. Секретное совещание в Белом доме прошло на тему того, как не допустить проникновения в федеральную новостную повестку очередного скандала, случившегося вокруг руководителя исполкома партии «Единой России» по республике Башкортостан, Рустем Ахмадинурова. Казалось бы, только-только отшумели вот эти все скандалы и разговоры по поводу Ахмадинурова, летающего на самолетиках и перевозящего две коробочки гуманитарной помощи на дальние расстояния. Отгремели истории по поводу его заболевания коронавирусом и того, что практически был парализован исполком на некоторое время нашей партии власти в республике Башкортостан, в связи с тем, что пришлось обрабатывать помещение, пришлось обследовать сотрудников. Также заболевание Ахмадинурова, конечно, потрясло. Госсобрание, депутатом которого он является, и вице-спикером которого он является. В парламенте Башкирии прошли экстренные мероприятия по выявлению и определению заболеваемости сотрудников и депутатов. Константин Борисович Лукачев и вовсе заперся надолго в кабинете и в ужасе оттуда не выходил. В общем, вроде как стало это затихать, Ахмадинуров выздоровел, дай бог ему здоровья, и все стало опять вроде бы нормально, но тут бабахнула новость, которая появилась в издании про Уфа. История эта имеет несколько версий. Они зачастую противоречат друг другу, потому, чтобы быть беспристрастным к Рустему Маратовичу, о чем мы, собственно, обещали в прошлый раз, когда его упоминали, изложим все эти версии последовательно в том виде, в котором они вышли из источников. В статье речь идет о том, что в ночь с 5 на 6 декабря далекого 2016 года Рустем Ахмадинуров, тогда еще не председатель исполкома партии «Единая Россия», но уже депутат Госсобрания Республики Башкортостан, был задержан полицией, на него был составлен протокол за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии прошло судебное заседание, первое судебное заседание, которое лишило Рустема Ахмадинурова право управления автомобилем на 18 месяцев, а также череда апелляций к касации всевозможных судебных действий, в которых Рустем Ахмадинуров пытался оспорить решение суда и протокол, который был на него составлен полицейскими. На данный момент ни один из судов и ни одна из инстанций судебных не опровергла и не отменила решение о лишении Рустема Ахмадинурова водительских прав. Более того, история эта обросла загадочными, непонятными обстоятельствами, связанными с самими этими правами, с тем, управлял или не управлял ли Рустем Ахмадинуров автотранспортными средствами в период, когда он был лишен этих прав. Дело в том, что, как выяснил Рахматов, Рустем Ахмадинуров не сдал в положенный срок водительского удостоверения в ГИБДД, чтобы начался отсчет времени лишения его права управления. Более того, случилось это аж в 2019 году, то есть практически через три года после того, как случился этот инцидент, на улице Комсомольской. И стали появляться подробности всей этой истории. Более того, Рахматов в своей статье предполагает о том, что Рустем Ахмадинуров все-таки управлял автомобилем в период, когда он был лишен прав управления автомобилем. И вот по какой причине. Рамиль упоминает в своей статье, что якобы существует некий протокол, некая претензия со стороны ГИБДД о том, что автомобиль, принадлежащий Рустему Ахмадинурову, совершив нарушение ПДД, был зафиксирован камерой слежения и была выписана штрафная квитанция на это нарушение. Причем это случилось вот уже совсем недавно, в 2019 году. Один нюанс. По утверждению Рамиля Рахматова, в этой квитанции упомянуты права Рустема Ахмадинурова с абсолютно другими номерами. То есть это другие права, а не те права, которые у него в 2016 году пытались отобрать сотрудники ГИБДД. В общем, вот примерно так звучит версия Рамиля Рахматова. И он задает вопросы в своей статье. Вопросы, во-первых, к ГИБДД. Совершенно обоснованные. Имеются ли у гражданина Ахмадинурова Рустема Маратовича вторые права и на каких основаниях он мог их получить, если они существуют. Ну и второе, как же так получилось, что вот Рустем Ахмадинуров сначала был подвергнут этому наказанию, потом у него не были изъяты права и так далее, и так далее. В общем, это вот те вопросы, которые подвесил Рахматов. После выхода статьи Рамиля Рахматова о непонятной ситуации с водительскими правами Рустема Ахмадинурова, собственно, и состоялось это примечательное совещание в Белом доме на предмет того, как бы нам устроить все, чтобы вся эта история не просочилась в федеральную прессу, не дошла до федерального руководства партии «Единой России» и как бы тихонечко сама собой рассосалась. Удивительным решением этого совещания было то, что на следующий день Ахмадинуров был отправлен на утренний эфир «Эхо Москвы» оправдываться. Ну, на мой взгляд, с точки зрения политтехнолога, это, конечно, было абсолютно самоубийственное решение, и что-то мне подсказывает, что этот стереотипный ход был продиктован Рустему Маратовичу Ростиславом Мурзагуловым, потому что это именно его стилистика, когда что-то случается, надо бежать на «Эхо Москвы» и начинать там оправдываться. В общем, совершенно напрасно Рустем Маратович отправился на радиостанцию, но наговорил он там массу примечательного. И теперь у нас есть возможность просто цитировать его версию того, что произошло в ночь с 5 на 6 декабря 2016 года на улице Комсомольской. Если воспринимать версию Рустема Маратовича отстраненно, то получается трогательная, местами даже слезоточивая история о том, как героический депутат Госсобрания, несмотря ни на что, посреди ночи, исполнил свой человеческий и депутатский долг. Поздно ночью, на рубеже 5 и 6 декабря 2016 года, Рустем Маратович прибыл по месту жительства на улицу Комсомольскую, подвез его, с его слов, бывший прокурор с мероприятия под названием «День юриста». О том, как прошел этот день юриста, Рустем Маратович упомянул чуть позже. Ну, в общем, товарищ высадил Рустема Маратовича в заснеженном дворе, и тот был и уже собрался зайти к себе домой, как увидел, что автомобиль несчастной девушки, гражданки, видимо, избирателя, а впоследствии, как выяснилось, еще и знакомый Рустема Маратовича, застрял в снегу. Отважный депутат кинулся на помощь. Сначала он, с его слов, мучительно долго толкал автомобиль, но силы, видимо, покинули могучего депутата, и ему не удалось вытолкать автомобиль из снежного плена. После этого Рустем Маратович, путаясь в показаниях, впрочем, стал иным образом извлекать автомобиль из сугроба. Тут он очень путанно и сложно объяснял, то ли он сидел на водительском сидении, то ли он не сидел на водительском сидении. С его слов, у автомобиля то ли заклинило ручку переключения передач, то ли заклинило коробку передач, но, в общем, были большие проблемы. Однако Рустем Маратович был неумолим в своем желании спасти и помочь замерзающей девушке. В конечном итоге он каким-то образом извлек автомобиль из сугроба, и вот именно в этот момент, почему-то, с его слов, во дворе появляется экипаж ГИБДД. И тут начинается совсем загадочная история. В одной из версий случившегося, Рустем Маратович рассказывает о том, что он вовсе не сидел за рулем автомобиля, и считать его водителем было никак нельзя, потому что он утверждает, что покинул автомобиль через пассажирскую дверь. Буквально через несколько минут он, увлекшись повествованием, говорит о том, что он все-таки сидел на водительском сидении, и в этот момент его задержала полиция, которая утверждала, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. О состоянии опьянения Рустем Маратович говорит, что, дескать, мероприятие было абсолютно официальным, и, как он выразился, дословно, на таких мероприятиях особенно и не пьют. Но мы там, если и выпили там один фужер вина, потому что там, ну, как бы, такая публика, где не пьют, это же такое вот, как публичное мероприятие, чтобы там вот сидеть и пить, то это, ну, максимально. И выпил он, по его словам, один бокальчик вина. Однако экипаж ГИБДД, загадочным образом возникший во дворе на улице Комсомольской, был неумолим. Полицейские предложили Рустему Маратовичу проехать на освидетельствование в части алкогольного опьянения. Впрочем, отважный депутат, обвинив полицейских в бездушии, отказался освидетельствовать себя на алкогольное опьянение. И, ну, согласно закону и инструкциям, был составлен протокол о том, что Рустам Маратович отказался от освидетельствования, что по закону, в принципе, у нас приравнивается к признанию того, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Вообще, примечательно, как описывал ситуацию Рустам Маратович. Глубокая ночь, декабрь месяц, на улицу холодный мороз. Абсолютно трезвый, по словам Рустама Маратовича, выпивший один бокальчик вина депутат, странным образом отклонился от траектории движения в сторону своего подъезда. Как он заявил, дословно, зачем-то, уйдя чуть-чуть в сторону, в гаражи, встретил там знакомую из «Единой России». Конец цитаты. Ну, вот эти счастливые или несчастные стечения обстоятельств в итоге привели к тому, что протокол, составленный на Ахмадинурова, был передан в суд первой инстанции, где суд рассмотрел показания полицейских, о которых мы поговорим чуть позже, и принял решение о лишении господина Ахмадинурова права управления автомобилем на 18 месяцев, а также суд оштрафовал Ахмадинурова на 30 тысяч рублей. Далее последовала череда попыток оспорить решение суда, что, собственно, сделать Ахмадинуров был абсолютно вправе, что делал его адвокат, которого он, в свою очередь, обвинил в нерадивости и неумении вести дела. Впрочем, Ахмадинуров пока на данный момент все инстанции проиграл, у него осталась одна единственная инстанция, это касация в Самаре. Удивляет, конечно, настойчивость Ахмадинурова в попытке отрицать очевидные вещи, но, впрочем, это его право. Загадочно другое. Вообще-то, по закону, по правилам, в случае, когда человека лишают прав, и суд принимает это решение, он обязан сдать водительское удостоверение на хранение в ГИБДД и получить его обратно по истечении срока лишения прав. Ну, это обычная практика. Причем, закон упоминает о том, что начало срока лишения прав начинается с того момента, когда человек сдал права под расписку, ну, соответственно, документально все это закреплено в организацию ГИБДД, в его подразделение. Так вот, Ахмадинуров весьма путанно начал объяснять, почему этого не случилось непосредственно в 2016 году. По одной из версий, которую трактует Рустам Маратович, он внезапно потерял права. То ли там же, прямо в снегу, то ли выронил в автомобиле своей знакомой девушке из «Единой России». Ну, в общем, права, удивительно, кстати, пропали. Потом Рустам Маратович стал рассказывать какую-то совершенно путанную и фантастическую историю о том, что его все-таки попросили сдать эти права полицейские. А он сказал, что он их утратил. И тут он произносит такую загадочную фразу. Он нам воспроизводит в своем интервью диалог с каким-то эмпирическим сотрудником ГИБДД. Начало цитаты. Как же я их сдам, если я их потерял? Сдал права эти свои, которые... У меня, правда, и срок истек, и до этого я их даже потерял. Но мне объяснили в ГИБДД, что нужно для того, чтобы у вас пошел срок исчисления, написать заявление о том, что вы их сдали. И сдать. А я говорю, как я сдам, если я их уже утерял? Ну, напишите, что все равно вы сдали в феврале, я их 19-го года сдал. А сотрудники ГИБДД и говорят, напишите, что сдали. Вот это совсем фантастическая, конечно, история. Потому что, ну, они что, сумасшедшие, что ли, там в ГИБДД сидят? Говорить, что напишите, что сдали. На самом деле, или сдал, или не сдал. В общем, в конечном итоге, волшебным образом, в 2019 году, уже в феврале, права находятся, и Ахмадинуров их якобы сдает на хранение в ГИБДД. И, по сути, срок лишения прав начинается с этого момента. Соответственно, закончится он должен только в августе 2020 года. Однако, вот дальше начинается та самая некрасивая и, в определенном смысле, уголовная история. Речь идет о том, что Рамиль Рахматов заподозрил то, что Ахмадинуров владеет вторыми правами, на что он никакого юридического права и основания не имеет. И вот основанием для подобных подозрений был вот этот вот штраф, который был выписан на автомобиль, принадлежащий Ахмадинурову, с указанием другого номера прав. Рустам Моратович в своем интервью утверждает, что такого быть не могло, потому что быть не могло никогда. На автомобиле ездит его жена-супруга, которая управляет этим автомобилем, и штрафы приходят, ну, как бы, в случае каких-то нарушений на нее. Однако тут, наверное, все-таки господин Ахмадинуров лукавит. Дело в том, что в базе данных числится автомобиль, его владелец, его адрес и его водительские права в случае, если они у него есть. Бывают случаи, когда человек владеет автомобилем, но не владеет водительскими правами, и на автомобиле ездит кто-то другой, например, там у бабушки внук. Но в данном случае Рахматов утверждает, что в квитанции, штрафной квитанции, были указаны права, причем права с другими номерами. Права супруги Ахмадинурова никак не могли быть указаны в этой квитанции, потому что она не владелец автомобиля. А камера на улице, которая фиксирует нарушения, которая автоматически связывается с базой владельцев автомобиля, конечно же, не в курсе, кому Ахмадинуров там доверил управление своим автомобилем, и, собственно, автоматической камере наблюдений глубоко наплевать, с кем Ахмадинуров в каких доверительных отношениях находится. Тут, конечно, нужно разбираться. По большому счету, нужно поднять на свет эту квитанцию, понять, когда были выписаны эти штрафные санкции, и какой номер прав был упомянут. На месте Рамиля Рахматова я бы написал запрос в ГИБДД о том, есть ли новые, другие права, иные права у Рустема Маратовича Ахмадинурова, и в случае, если они действительно существуют, это уже, конечно, событие совершенно иного порядка. Тут уже нарушение абсолютно иное, и надо разбираться, каким образом Рустем Ахмадинуров якобы и, возможно, их получил. Впрочем, в своем интервью Рустем Маратович упоминает о вот этих вот эмпирических вторых правах. Он опять как-то путанно и неуверенно вспоминает о том, что в бытность свою в Красногорске он действительно пытался сдать на права. Тут возникает хороший вопрос, а как же так? Ведь Рустем Маратович знал, что он лишен прав. Объясняет это он тем, что он надеялся, что ему права вернут, однако Ахмадинуров уверенно заявляет, что он до конца на права в Красногорске не сдал, и нового водительского удостоверения там не получал. Вот этот момент стоило бы проверить на самом деле. Наверное, стоит обратиться с запросом не только в Башкирское управление ГИБДД, но и в ГИБДД по городу Красногорску, а, возможно, и в федеральное управление, чтобы уж быть окончательно уверенным. Вдруг Рустем Маратович побывал где-нибудь еще в других каких-нибудь регионах. В общем, конечно, история эта мутная, смутная, и, наверное, она еще будет продолжаться. Очень бы хотелось, чтобы вообще на эту историю действительно обратило внимание федеральное руководство партии «Единая Россия» и федеральные СМИ, потому что для этого есть очень веские и серьезные основания. Настаивая на том, что в этой ситуации нужно разобраться до конца, я основываюсь на том, что на самом деле Рустем Маратович это не какой-то запутавшийся в своих показаниях деревенский ловелас или безобидный домашний выпивоха, который, подумаешь, замахнул лишнюю рюмочку и, как говорится, сел за руль. Нет. Рустем Маратович это весьма существенная, по крайней мере, так принято считать, фигура в политическом пространстве Республики Башкортостан. Это не кто-нибудь, а целый вице-спикер парламента крупнейшего региона в Российской Федерации. Это не кто-нибудь, а руководитель крупнейшего в Российской Федерации отделения партии власти. Но, в конце концов, это ближайший друг и соратник главы Республики Башкортостан, о чем не устает постоянно намекать и говорить напрямую сам Рустем Маратович. В интересах всех жителей Республики Башкортостан окончательно понять, что же случилось там с 5 на 6 декабря 2016 года и как в дальнейшем повел себя Ахмадинуров, решая эту проблему. Именно этот человек претендует на то, чтобы представлять Республику Башкортостан в Государственной Думе на ближайших выборах в эту Думу. Именно этот человек, по крайней мере, в представлении некоторых аналитиков, претендует на то, чтобы возглавить парламент Республики Башкортостан. Ну и, собственно, именно этот человек опять-таки является ближайшим соратником и проводником идей Радия Хабирова, со слов Ахмадинурова, ближайшего друга. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И здесь мы не можем быть безучастными к той ситуации, которая случилась с Ахмадинуровым. Если сам Рустем Маратович относится к своей репутации с величайшим пренебрежением и зачастую кажется, что она ему вообще не нужна, и он как-то всю жизнь без нее обходился и теперь не собирается ею обзаводиться, то нам, как избирателям, как гражданам, находящимся в определенном смысле под влиянием этого человека с точки зрения власти, это все не безразлично. Время от времени мы рассуждаем о кадровой политике в Республике Башкортостан, о проблемах, связанных с этим, о недостатке кадров, о тех механизмах, как эти кадры формируются и каким желательным и нежелательным последствиям все это приводит. И сегодня речь идет о городе Салаватии, ситуации, сложившейся там. Совсем недавно, буквально неделю назад, в своей должности мэра Салавата был утвержден Игорь Геннадьевич Миронов, человек в городе Новый, человек, на которого возлагают определенные надежды ради Хабиров, ну и неизбежно Игорь Геннадьевич начинает формировать новую команду. Однако город Салават это достаточно уникальный город в части внутренних элит, их взаимоотношений, конфликтов и развития событий. Я говорю о том, что главной угрозой для господина Миронова является то, что прежние кадры, так называемые халиловские кадры, захватят все ведущие позиции в городе, и ситуация на самом деле не изменится. Собственно, господина Халилова так резко и непреклонно Хабиров сменил, именно ввиду того, что целиком вся его команда не справилась с поставленными задачами, в городе творился ад и бардак, и, соответственно, произошла смена руководителя города. Господин Миронов стоит перед непростой задачей – удержаться от соблазна, воспользоваться более простыми решениями, нежели более сложными. Я говорю о том, что назначение подбирающихся к должностям людей Халилова, конечно, для Миронова самое простое, логичное и понятное решение. Однако именно это решение и приведет его, собственно, к неудаче, на мой взгляд, ну, либо к тому, что ситуация в городе кардинальным образом не изменится. Для примера можно привести вот такой персонаж, некого Ахметьянова Айдара Айратовича, человека из команды Халилова, который сейчас претендует на пост заместителя мэра по ЖКХ. Ну, собственно, для города Салават и для любого города эта позиция абсолютно центральная, то есть ЖКХ – основная задача и проблема города, и в зависимости от того, какой человек будет руководить этой сферой, будет город развиваться. У господина Ахметьянова весьма сомнительная репутация в городе. Не так давно он еще работал в структуре регионального оператора по капитальному ремонту, и именно там с ним приключилась загадочная, неприятная история. Не будем воспроизводить ее детали, там было как-то все очень мутно-смутно и не конкретно по поводу какой-то бани каких-то подрядчиков и каких-то 300 тысяч, но по результату этой истории господин Ахметьянова тихо, но настойчиво отстранили от работы в этой структуре, но он вновь возник в структуре жилищно-коммунального хозяйства города Салавата, уже в управлении городского хозяйства. Именно вот этот человек, этот человек Халилова претендует сейчас на должность заместителя мэра по ЖКХ. Я бы хотел предостеречь господина Миронова от поспешных решений, я бы хотел, чтобы решения кадровые в этом направлении были взвешенными и обоснованными, потому что именно от этого направления на самом деле в целом зависит успех или не успех господина Миронова на его новом поприще. Безусловно, я желаю Игорю Геннадьевичу успеха и процветанию города, потому как бы озабочен этим вопросом. Эта моя мысль, она не голословна и не предвзята в том смысле, что информация по господину Ахметьянову, которую я не оглашаю, дабы там не свалиться в какие-то конфликты и судебные разборки, однако эта информация донесена со стороны достаточно широкого круга бизнес-сообщества города Салавата, именно того сообщества, которое занимается теми структурами, сферами и процессами, которые связаны с ЖКХ. Если говорить просто, то люди в ужасе от перспективы назначения Ахметьянова на эту должность, и они предрекают большие-большие проблемы для города Салавата. Кроме всего прочего, есть такая пикантная подробность о том, что господин Ахметьянов очень часто упоминает о своей тесной дружбе со старшим братом Радия Хабирова. Вот это вообще, конечно, возмутительный инструмент, на мой взгляд, инструмент воздействия на людей легковерных либо впечатлительных. Дружит или не дружит Ахметьянов со старшим братом Хабирова, наверное, даже выяснять не стоит. Наверное, нужно задуматься о том, что даже если это так, то пользоваться подобными вещами по меньшей мере неэтично. На прошедшей неделе я просил наших зрителей, подписчиков прислать нам информацию, обновленную, свежую, последнюю информацию по ситуации с объектами долевого строительства. И часть объектов нам прислала за неделю данные, что происходит на их объектах. Ну, начнем не по порядку, но по старшинству, как говорится. Самый древний, самый запущенный объект долевого строительства и недострой в Уфе – это Менделеево 128-1. За последний год в целом и за последнее время рядом с этим объектом и на земле, примыкающей к объекту, идет бурное строительство нового дома. Напомню, что для спасения ситуации был привлечен новый подрядчик, новый застройщик – ГУП СЗТН. По первоначалу он вызвал бурный восторг государственное предприятие под покровительством мэрии, да они сейчас возьмутся и достроят, да сейчас там и так далее, и так далее. Но дальше начались странности. Первое, что сделал этот подрядчик, это попросил выделить ему прилегающий участок для застройки. Дескать, мы тут начнем строить, заодно достроим вот эту вот несчастную секцию, да и вообще весь этот дом. Дальше они там снесли бараки, запроектировали дом и очень бурно и вполне себе успешно этот дом строят. Однако недострой почему-то стоит примерно в том же положении. Там ведутся какие-то совершенно отвлекающие работы, как их называют сами дольщики. То двери начнут менять, то окна, то еще что-то там покрасят. Но, в общем, перспектива такова, что дом-то рядом растет быстро, как на дрожжах. И, судя по всему, то ли уже начались, то ли начнутся в ближайшее время продажи. Место там очень хорошее, и я нисколько не сомневаюсь, что квартиры будут распроданы. А вот недострой так и не достраивается. Сам этот подрядчик объясняет все туманно. Первоначально они обещали, что как только они начнут строить, и вот все это пойдет хорошо, там появятся деньги, и они начнут достраивать дом, теперь у них появилась другая версия. Теперь они ждут какого-то возврата каких-то денег за какую-то там работу по строительству детского сада, который им как будто бы должен город. Причем здесь дольщики Менделеева 128-1 до конца непонятно, но это новая версия подрядчика. Напомню, что ситуация эта длится уже больше года уже с новым подрядчиком. Резюмируя ситуацию по этому объекту, скажу так. Судя по всему, вот эта вот частота изменения версии того, что будет происходить дальше, наводит на мысли о том, что что-то там нечисто, и, по-моему, нужно начинать предпринимать какие-то активные действия. Миловский парк – крупнейший недострой в Республике Башкортостан по объему квадратных метров, по количеству квартир и так далее, и так далее. На данный момент дольщики утверждают, что все, что делается вокруг этого объекта, делается для галочки. Организация «Застройщик» находится в состоянии банкротства. Удалось не допустить какой-то странной выплаты гашпаже Комлевой, гигантской суммы в компенсацию за этот объект. Там вот эта история вообще достойна отдельного обсуждения, когда наш бюджет чуть было не выплатил организации «Застройщику», который допустил вот этот недострой, еще и какую-то компенсацию. Но, слава богу, этого не случилось. Пресловутый фонд помощи обманутым дольщикам туманно говорит, что на достройку этого объекта требуется 390 миллионов рублей. Однако руководитель регионального отделения этого фонда, господин Минибаев, утверждает, что денег у него совершенно нет. Также дольщики считают, что господин Минибаев блокирует оформление документов для отправки их в Московский Центральный фонд помощи обманутым дольщикам и тем самым каким-то образом тормозит процесс. Не знаю, зачем ему это нужно, но по Миловскому парку ситуация обстоит абсолютно как неподвижная, ничего не происходит, то, что было практически готово уже больше года назад, как достроено. И на этом все. Новый Булгаково. После того, как громогласно под фанфары и барабанный бой были сданы два дома, которые и так были практически готовы, ничего не меняется. Два недостроенных дома на 80 квартир, 50 дольщиков с фундамента, как говорят дольщики, то есть там есть объект, который находится на уровне фундамента, 10 дольщиков недостроенных таунхаусов. Ну, обещанных государственных денег, которые были там выделены или каким-то образом появились ввиду там продажи части имущества Уфьемскому району и так далее, и так далее, денег этих не хватило. Хотя дольщики утверждают, что если бы их расходовали рачительно, то должно было бы хватить. Дольщики отказались в Ново-Булгаково от взаимодействия с госпожой Гайсиной, категорической форме причем, полагают, что они сами справятся с этой задачей или, по крайней мере, будут стремиться к этому. И есть еще обвинение со стороны дольщиков Ново-Булгакова в адрес господина Юсупова, который так или иначе через родственников или знакомых владеет ООО-системой и контролирует ситуацию на этом объекте. Так вот, эти обвинения сводятся к тому, что он не допускает ускорения процессов на этом объекте, не допускает передачи там какой-то собственности и так далее, и так далее. В общем, по Ново-Булгакова тоже я вынужден констатировать совершенно такой стагнирующий процесс, ничего нового не происходит и ничего нового и внятного никто не обещает. Госстрой Садовое кольцо. Ну, теперь эту компанию нужно называть примерно так, потому что сменился собственник. Красногорская компания Садовое кольцо пришла на спасение ситуации с объектами госстроя. Получив возможность строить на новом участке, довольно странным и непонятным пока образом, получив вот этот участок почти в 4 гектара для комплексной застройки, Садовое кольцо начало смутно и непонятно рассуждать про дорожные карты. Как всегда бывает с отчаянными ловеласами, получив от девушки желанное, они начинают уклоняться от обещанного. Садовое кольцо создало уже вторую версию дорожной карты, согласно которой достройка объектов госстроя произойдет примерно в 2023 году. Впрочем, в бумажном подписанном виде эту дорожную карту все еще никто не видел. Она размещена на сайте Садового кольца, не является легитимным документом. Ну, естественно, будучи в электронном виде, может быть, всегда изменена в любой момент. В общем, конечно, совершенно непонятно, что Садовое кольцо сейчас обещает и гарантирует дольщикам госстроя. В каком темпе, с какой скоростью будут достраиваться и будут ли достраиваться эти дома? Опять начались какие-то робкие разговоры о том, что недостаточно денег и деньги будут появляться по мере реализации проекта вот этой вот комплексной застройки на тех участках земли, которые получило Садовое кольцо. Или это будет не так? В общем, ситуация абсолютно мутная, смутная и непонятная. Я обращаюсь к дольщикам других объектов, о которых я сегодня не упоминал. Пришлите, пожалуйста, ситуацию по вашим объектам. Может быть, что-то изменилось, может быть, где-то достроили что-то, а я об этом не знаю. Действительно, объектов недостроя по республике Башкортостан очень много. Мы все помним, как в декабре 2018 года Радий Фаритович уверенно заявил о том, что он точно знает, как решить эту проблему, и надо немного подождать. По-моему, это немного уже прошло, и настал момент, когда нужно задавать вопросы. В общем, присылайте информацию. Особенно меня интересует ситуация с Серебряным ручьем. Там она, на мой взгляд, драматична и непонятна. непонятно, будет ли банкротство и началось ли оно, каким образом будет участвовать фонд, где вообще в конце концов находятся Багаудиновы географические и теоретические и финансовые. То есть вот этих вопросов набралось много, помогите мне на них ответить.